Здравствуйте! В эфире передача «Секреты недвижимости» и я Наталья Грищенко. В студии наши постоянные эксперты Алекс Машкович и Максим Богинский. Здравствуйте! Здравствуйте! Максим, начнем с вас. Как вы прогнозировали в предыдущих передачах, рынок домов немного паутих. Все чаще на перекрестках видны таблички с надписями «Опенхаус» и цены уже не те, что весной. Как вы думаете, это начало обвала рынка, как было в 2017-м? Ну, я не думаю, что это начало рынка. Потом вот мы про то, что не только «Опенхаус», везде «фосейл», «фосейл», «фосейл». Я вижу, что количество сделок просто в разы уменьшилось за последние полтора месяца. Это раз. Во-вторых, касательно перекрестков, да, абсолютно четко везде стоят вывески. Опять же, это разные районы. И я говорю сейчас о Ричмон-Хилле, о таких районах, где, в общем-то, это высокая ценовая категория. Абсолютно четко, что там такого нет, как было весной, когда дом выходил за 2 миллиона 500, 2 миллиона 700, и на него были мал типо-офферы. Сейчас они стоят, никому не нужны. По поводу падения цены я не думаю, что она упадет. Не будет такого, как в 2017 году, потому что инфляция большая, все это как бы выравнивается. Думаю, что осенью спрос вернется. Не думаю, что будет поднятие еще цен на этот сегмент, но думаю, что мы войдем в стагнацию. Может быть, цены упадут там на 5-10% максимум. Но обрушение рынка, как в 2017 году, мы не увидим. Я так думаю. Максим, а какой прогноз на рынке квартир? Что нас ожидает? Два абсолютно разных рынка. То есть как раз тут я считаю, что очень оптимистичные у меня прогнозы касательно инвестиций в это. Потому что то, что с домами произошло за прошлый год, где цены 30 и больше процентов подпрыгнули, когда происходит такой скачок цен, всегда потом они должны выровняться. А с Кондо наоборот. То есть они стояли. Правда, сейчас опять бум. То есть вот с февраля месяца уже цены на 12% поднялись. То есть похоже, что мы по концу года увидим чуть ли не 20% подорожания для Кондо. Это очень большое. Но тем не менее, Кондо еще впереди хорошие пару лет, чтобы отыграть вот это то, что скаканули дома. Поэтому в Кондо рынке я абсолютно уверен по поводу домов. Думаю, что будут стоять какое-то время. К весне, может быть, немножко начнут подниматься. Алекс, на ваш взгляд, что происходит на рынке отдельно стоящих домов? На мой взгляд, это все, что сказал Максим, взять и повернуть до 180 градусов. Потому что я тоже такого же был мнения. Только на прошлой передаче я как раз говорил о том, что есть охлаждение. И, видимо, ошибся. Потому что мы купили очень много домов. Вот именно когда был самый подъем, март месяц. Помните, когда все улетало, по 20-30 оферов приходило. И вдруг сейчас стало немножко затише. И мы действительно купили несколько хороших сделок. И я людям говорил, это временное затишье. Так оно и оказалось. Почему? Потому что байеров стало меньше. Закончился карантин. Все бросились на озеро отдыхать. Сказали, теперь вакциниры, нужно возвращаться без карантина. Все поехали отдыхать. И селеры также поехали. И домов стало очень мало. И получилось, что соотношение опять нарушилось. И вот совсем недавно было два дома, которые продавались. Один продавался рядом с тем домом, что я купил в декабре. А другой продавался рядом с домом, который я купил своим клиентам в марте. И боялся, что производство еще не оценит им ту цену. Значит, тот дом, который я купил своим клиентам, продали на 50 тысяч дороже, чем пик марта месяца. А дом, где я купил, продали на 180 тысяч дороже. Ты про какую ценовую категорию говоришь? Я говорю про район 700-800 тысяч. А, нет, ну так это абсолютно дорогое. Теперь, пошли на дорогие дома. Значит, я продавал дом за 2 миллиона 750 тысяч. В марте месяце больше, чем 2 500, даже 2 550 не давали. Месяц назад продал 2 750. Это какой район? Это Норс-Йорк. Окей, 2 миллиона 750 тысяч. Теперь, что касается, у меня есть клиенты, которые ищут сейчас купить себе дом в районе, не Ричвен-Хилл, больше ВОН, Мэппл, в этом районе. Ванкар-гараж, дом, который продавали весной 1,2, максимум 1,3. Сейчас меньше, чем 1 450, невозможно взять мальтипл-офер. Это тоже происходит вот сейчас. Я согласен с вот этой дешевой ценовой категорией. Дешевая полтора миллиона за 1800 тысяч. К сожалению, это реально до сегодняшнего дня. Почему это все происходит? Полтора этажа. Почему это все происходит? Значит, на прошлой передаче мы говорили о том, что вот, прививки, все классно, все хорошо. Всех обратно в офисы. Там, да, Блумбер сказал всех в офисах. Сейчас уже сказали, сори, одевайте маски обратно. Короче, ты считаешь, что мы опять сядем на беру? Нет, это не будет такой же карантин, как был в прошлый раз, он будет другим. Но вот эти волны, мы будем жить много-много лет с ними. И это я увидел на примере Израиля, в который я недавно съездил, где был ноль. Там была самая вакцинированная страна. И люди вернулись там на работу конкретно. Я разговаривал с людьми как раз, они вернулись на работу, очень многие. И сейчас сказали опять, маски вели, карантины вели, 20 страна в списке, куда посещать нельзя, штрафы пошли. То есть все работают онлайн. И это не только из-за коронавируса. Эта тенденция была описана еще в книге Юваль Гарарри «Homo Deus», где он сказал, что уйдет все на ремонт, 45% людей станет без работы. И это то, что происходит. Теперь, что следующее делается? Universal Income. Несколько стран уже объявили официально, что они начинают выдавать Universal Income. В некоторых странах определенные провинции начали выдавать. В Америке тоже определенные места начали выдавать. То есть Universal Income войдет. Это как в Сербии у нас. То есть у людей другого выхода не будет. То есть у Гауманта. Как давать людям деньги? Они же не пойдут, чтобы они воровать пошли. Нужно им давать деньги. То есть у них будут постоянно деньги, которые будут входить, и они даже не будут утверждаться работать. Откуда брать деньги? Печатанный станок работает. Они печатаются. Долг Канады катастрофически вырос. Самый высокий за всю историю существования страны. Сейчас только в Антарио дефицит такой, который был весь во всей Канаде до пандемии. Что это значит? Обесценивать деньги? Было 30 миллиардов, сейчас стало 360, если точно. Да. Сейчас 30 миллиардов в Антарио только. Я про Антарио, да? Да. Вот. То есть это говорит о том, что деньги обесцениваются. И дальше начинается demand and supply. Сегодня, когда все уходят на ремонт работать, требуется очень много. Вот коттеджи, то, что ты сказал, все улетают, периферия. И Берри уже не считается периферией. Берри уже не считается. Я вчера продал дом в Арилии с пятью оферами в два раза дороже, чем он был куплен 4 года назад. Это Арилия. 1600 скверфит дом без единого апгрейта. Unfinished basement с одним гаражом. Все в коврах. Был продан за 680 тысяч. Это сумасшедшая цена. За эти деньги вообще ничего купить нельзя. Да, для Арилии малюсенький домик 680 тысяч. А теперь, когда я смотрю, бангалы, которые 1,3-1,4, ну, 1300-1400 скверфит продают за миллион в Берри. Как все это возможно купить? И какой ваш прогноз? Мой прогноз, что мы говорим 4-5 процентов упадет, процентов 20 вырастет. Да какой период? На следующий год? На следующий год. Минимум. Минимум 20-30 процентов. Нехватка жилья катастрофическая. Ничего не строит. Посмотрите, даже сейчас Берри. Ну, сколько было проектов в Берри? Раз-два и обчелся. А сколько людей туда ринулось? Это только один пример Берри. А что в Хэмилтоне по-другому? А что в Уошелье по-другому? В Питербурге, в Китченере, в Лондоне? Нигде не по-другому. Домов нету. А сейчас сингл-фэмили не достроили очень серьезно. Если в Кондо было построено очень громадное количество, то сингл-фэмили практически не строили. А людям сейчас требуется сингл-фэмили. Не только из-за пандемии. Миллениалс обзываются семьями. Не могут они больше жить в Кондо. Поэтому мой прогноз наоборот. Я не говорю, что Кондо упадут. Но прогноз, что они на 20% вырастут, это слишком, мне кажется, утопический прогноз. Они выросли из-за психологически. Потому что люди не могут ничего купить. А, куплю Кондо. Но когда они увидят, что продолжают и не сдаются Кондо, офисы закрываются, переезжают офисы на периферии. Я абсолютно не согласен со всем чьего, говорит Алик. Отлично. Единственное, вот этот низкий ценовой диапазон, который, он говорит, в районе 600-700 тысяч, да, он продолжит рост. Я согласен. Но по поводу того, что все пропало, все умирает, офисы закрыты, никогда не вернемся. Нет, они не будут закрыты полностью, но они уменьшатся. Даунтаун, ты был в Даунтауне когда, последний раз? Я сейчас одну Кондо продал, сейчас вторую Кондо. Ты зайди в Йорквилл вечером, в любой день, даже не субтитровский день. Торонто, это не один Йорквилл. В будний день, в будний день, там кишит, там невозможно не стоить. Потому что сейчас лето, мы вышли с карантина, и люди дорвались. Все наслаждали, устали. И все, это не будет постоянно. Это не будет постоянно. Сейчас очень много компаний, я просто знаю эти компании, я же в хай-теке общался, они снимают новые офисы. Они снимают в Миссисаге, они снимают в Вони, они снимают в Маркове. А сколько компаний за время пандемии расширили свои офисы в Даунтауне? Стояли пустые офисы, а люди еще покупали, строили. И сколько построили? Ты думаешь, они так это просто делают? Я видел уже план, был построен план о конвертации офиса в Кондо. То есть даже уже есть такой план, тоже существует. И сейчас, кстати, я уже говорил об этом на прошлой передаче. Крупнейший девелопер заявил, что он потрачит 1 биллион долларов, девелопер Кондо, на покупку сингл-фэмили домов под рент. То есть они паркуют. Пенсионные фонды сейчас покупают дома под рент, чтобы сохранить свои деньги. Не Кондо, именно дома. То есть это то, что происходит. Домов не хватает. Как говорил Марк Твент, покупайте землю, больше не производят. Насчет того, что пенсионные фонды покупают, пенсионные фонды покупают как раз Кондо. Единственный девелопер, который вкладывает деньги, это есть такой девелопер. Не знаю, чем это получится, но это эксперимент. А пенсионные фонды всегда, они из поклонников справились. Всегда? Другое дело, что раньше... Понятие всегда до пандемии и всегда после, это два раза всегда. Разница только в одном единстве. Слушай, до пандемии крупные инвест-компании держали свои... Они же не только в стак-маркет вкладывают, да? А примерно 15% портфолио держали в инвестиции в недвижимость. И 99% из этого было Кондо. Забудь, что было. Сейчас 75% вложено в разработку новых проектов. Я понимаю, забудь, что было. Мир поменялся. Я же говорю, что поменялся в три раза больше стало. Я понимаю, пускай будет в три раза больше. Но я еще раз говорю, мир поменялся. Жизнь будет другой. Мы не будем жить как раньше. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Будет по-другому. Например, в масках в самолете это уже forever. Это будет forever, чтобы вы знали. Ну, на ближайшее поколение точно. То есть не будут снимать маски. Ты хочешь сказать, что в ближайшие 10 лет мы в самолете без маски летать не будем? 100%. Можно записать. Окей, запишем. 10 лет не будете летать. Даже в Израиле, когда сняли все, абсолютно все ограничения, в аэропорту обязаны в маске. Окей? Аэропорт — это такое место, где концентрируется... И это всегда было. Смешано. И даже до пандемии. Поэтому я людям говорю все время, покупайте то, что приносит кэшфлоу. Мы не знаем, что будет с ценами. Они могут пойти вверх, они могут пойти вниз. Покупайте то, что приносит вам деньги. Сегодня любой проект, который мы предлагаем на периферии, приносит 1000 долларов кэшфлоу. Любой. Это громадные деньги. Такого до пандемии никогда даже не было. Вот. Это то, что нужно покупать, на мой взгляд. Максим, на прошлой передаче вы предложили обратить внимание на два интересных проекта. Один назывался «Дэнни Дэнфорд» и «Арте». Как идут продажи? Очень хорошие проекты, но продажи уже не идут. Сейчас ни в одном проекте нет такого, что продажи идут. То есть вот проект открылся, стоит очередь. Где-то процентом 20 людей, которые хотят купить, хватит квартир. Все. То есть продажи все 24 часа. По-другому не бывает. Но если это хороший проект, конечно. Арт-проект, он был продан. Ну, остались там, всегда в проекте остается процентов 5-7 квартир, которые очень тяжело продать. Там какие-то большие квартиры с видом на помойку, куда-нибудь что-нибудь такое. Там вторые этажи людей. Хотя уже нижние этажи тоже прекрасно пользуются. То есть все продается молниеносно. «Дэнни Дэнфорд» — это вообще, я всегда говорю, мне очень тяжело продавать, потому что все инвесторы хотят долгие проекты. То есть если он строится 5-6 лет, это колондайк. То есть это то, что надо брать. А вот проекты, которые строятся быстро, очень тяжело продавать. «Дэнни Дэнфорд» был один из них, потому что они как раз попали в выход в пандемию. Им надо было начать, а тогда продавать было невозможно. Поэтому они начали за свои деньги и до кончания проекта 2 года. Хотя это проект с нуля. То есть ни одна квартира раньше не было. Два дня. Люди хотят долгий проект на 5-6 лет, потому что… Потому что деньги депозиционные работают совсем по-другому. Потому что они ни разу не сели, не привели эту математику. Чем дольше… А сели бы не привели, они не захотели 5-6 лет. Здравствуйте. Зато мы проводим просчитанная абсолютно формула. Ресейл, неважно, причем дом это, кондо, ресейл, дает доходность максимум 20%. Обычно она колеблется в 14-15%. Я в следующей передаче покажу цифры. При констракшн депозит работает от 50%. У нас в основном работает 100%. Вы посчитаете не так. Вы посчитаете, сколько вы вложили, сколько не заработали за эти 5 лет. Потому что не было… Вот потом посчитаете, когда вы его сдали, сколько вы потеряли при сдаче, а потом сколько потеряли, потому что были вынуждены продать, потому что Метанаспи поднялся, заплатили риэлтору, капитал гейн и прочие дела. И после этого в два раза будет разница. Покажу две одинаковые квартиры, ресейл это и что получается. Мы квартиры не говорим. Дом и квартира по одной цене купленной. Давай говорить о деньгах вложенных. Забудь вообще про недвижимость. Сколько денег ты положил? Считай, что акцию купил. Вот сколько ты положил туда и под какой процент? Я именно посчитал так, что на эти деньги я куплю 5 домов и 10 конда. Я так посчитал, потому что там надо положить только 15% депозит. Я это все просчитал. Я тебе покажу, как это считается. Уже есть вопрос на следующую передачу. А то у нас закончится время сейчас. Алекс, вопрос вам. Все растет, цены растут. На недвижимости аренда растет. А что делать среднестатистическому человеку в будущем? Где жить? Как себе позволить что-то купить или арендовать? Ну, купить для многих можно будет забыть про покупку. Как это забыли в Европе, например. Если, конечно, они не постарались сделать это заранее. Люди до 30 или 35 лет, была статистика, как правило, имеют два объекта недвижимости. Это очень много. Молодые люди сейчас по-другому смотрят на мир. Они быстрее, чем люди с возрастом расстаются с деньгами, влазят в долги и правильно делают. Потому что они понимают, что они не хотят так жить, как жили их родители. Так то, что происходит. Например, я приведу маленький пример. Мой дом, который я купил на инвестмент. Один из первых. 10 лет назад. Там живет тенант все эти 10 лет. Естественно, поднимать особо не могли. Сначала я не поднимал из-за гуманитарных соображений. Потом я начал поднимать, но не мог больше, чем определенный процент. И вот он платит сегодня 1670 за дом. Правильно? Что делается? Этот дом перестраивается. То, что я сейчас собираюсь сделать. Я из него делаю легальный дуплекс. Я уже даже проверил, что я могу даже построить и третий юнит на Бакьярде. Но я не буду это делать. То есть, сегодня из того дома, который я купил за 250 тысяч, вложив 50-60 тысяч, я делаю вместо 1670 3,5 тысячи рент. Если я построю, положу еще там 100 с лишним тысяч, то я сделаю 5,5 тысяч рент. За 250 тысяч долларов, что мы вложили. Поэтому я говорил по поводу процентов, как растут. Потому что это моя земля. Это мой дом. Я делаю, что я хочу. Я представляю, как хочу. И правительство меня поощряет в этом. Потому что оно понимает, что те люди на улице не смогут снимать по-другому. И сегодня я помог себе или инвестору заработать деньги. И помог тем людям, которые теперь не в состоянии снять целый дом, снять кусочек дома. Это то, что будет впереди. То есть впереди, сейчас у нас есть дуплексы, уже разрушили официальные триплексы практически везде в Берри. Будут и форплексы и так далее, и так далее. В Израиле я был. Что в Израиле делают? Надстраивают квартиры над квартирами. Куча таких есть проектов. Продают дешевле за счет этого. Потому что ищут возможность, как получить affordable жилье. И поэтому то, что я говорю людям сегодня, инвестируйте в то, что может быть affordable жильем. Не покупайте что-то, оно все равно вырастет. Знаете, мне звонят, говорят, у тебя есть какой-то прикосракшен проект? Я говорю, зачем? Я хочу его потом на и сам эти преподаватель. Я говорю, и что? Ну я тогда заработаю. Я говорю, у тебя есть связь с Господом Богом, что ты знаешь заранее, что он вырастет. Это опасно. Ты должен четко знать, когда ты купил, что ты его закроешь. Если ты не можешь закрыть его через 4 года, собрать продательный саммит, и не лезь тогда туда. Просто. Потому что ты можешь влететь, как влетели в 2017 году, очень много людей. Это он про дома. Ты сейчас подумаешь про конда. Потому что то, что конда надо делать... Ну конда вообще... Комплит ли наоборот? Ну понятно. Конда, любой проект, что ты сейчас сегодня не купил, на приконстракшен, ты сдаешь 1000 долларов минус. Это именно самый affordable сегмент, который... Ну правильно. Сейчас настолько... Я рассказывал в прошлой передаче, что есть индекс, которым инвесторы очень используют его. Это affordability конда и домов. Так вот этот индекс максимальной значения до сегодняшнего дня был 720. Норма 450-550. Это он был за 2 недели до падения цен в 2017 году. Сейчас он 760. Это из-за пандемии, понятно. Но он будет выравниваться. А affordability для себя? Только, ну естественно. Но не для инвесторов, это нет affordability. Инвестиция очень связана с доступностью покупки для себя. Понимаешь? Потому что если этот сегмент недвижимости пользуется спросом, соответственно, его будут покупать, он будет расти из-за этого. Если он становится не affordable, его перестают покупать. Вот и все. Ну это то, что происходит. Особенно, когда поднимается мэдэнсфи. Ладно, поехали дальше. Вопрос про цены. Цены в новых комплексах, которые многоквартирные только выходят на рынок, уже высокие и продолжают расти. Могут ли упасть? Могут ли упасть? Нет, не могут упасть. А есть потолок? Думаю, что потолок всегда есть. Есть стагнации, которые происходят периодически. Но я не вижу никаких вариантов стагнации в кондо рынке на ближайшие 3 года. Абсолютно уверен. Меня когда-то заклевывали реал-эстейт-агенты 5-6 лет назад, когда я говорил, что мы увидим больше 1000 долларов за скверфит. Я сейчас абсолютно четко скажу, что в следующие 3 года мы увидим 2000 долларов за скверфит, и это будет норма. То есть, если мы берем даунтаун, маленькая ван-бедренная квартира будет стоить миллион. И это affordable жилье будет для даунтауна. Другое дело, что если ты без денег, если у тебя нет достаточно дохода... Какого размера будет бэрри за миллион? 500 скверфит. Ну, в принципе, уже... Для себя, да. В принципе, уже Yorkville, если мы возьмем Yorkville, то уже оно 900. Кто хочет очень жить 500 скверфит за миллион, это окей. Сколько можно сдать такое? Не говорим про сдачу. Мы сейчас говорим про цены, будут ли они расти или не будут расти. Забудь про кэшфлоу. Это другой бизнес абсолютно. Это как ты акцию покупаешь. Максим, а какие горячие проекты есть сейчас? Что выходит на рынок? Что вы посоветуете инвесторам? На что обратить внимание? Ну, наверное, самое такое, то, что все ждут, да, это есть район Даунсью Парк. Мы когда-то два года назад там продавали два проекта. И сейчас они уже доста... Ну, в середине строительства уже люди очень много там заработали. Тогда это были планы, да, планы города, да, которые с большой вероятностью сбудутся, но не факт, да. Сейчас это уже не планы, потому что 80% того, что там будет строиться, это уже Пруванов. Остается небольшой кусок. И вот там сейчас будет выходить первый проект. Это Westline Condo. Значит, чтобы понимали, о чем я говорю, это город. Вот представьте себе кусок даунтауна, от Спадайны до Янга и от Фронта до Блюра, да. Вот это тысяча акров. Вот здесь будет строиться первый раз, такое в Канаде ни разу не строилось, тысяча акров мастер-план комьюнити, в котором будет почти 50 тысяч квартир. Второй момент, это огромнейшее количество коммершал, то есть по расчетам аналитиков около 30 тысяч рабочих мест появится внутри района. Тут же оставят парк. Это Даунс-Ю парк. Застройка Даунс-Ю парка. Там когда-то был аэропорт, продан он три года назад, но продан хитро. Компания Бомбардир, они взяли три года, чтобы релокейт оттуда, да. И вот три года заканчиваются в сентябре месяце. Сейчас там пойдут проекты один за одним. Место по своему... По своему, как бы, транспортной доступности. Две станции метро. Пять минут до одной, пять минут до второй. В центре Даунс-Ю парка пересадочный узел, который гол с сабвэем сходится. Вот это все будет застраиваться. На метро вторая остановка Йорк-Университет. Это 7 тысяч рабочих мест на сегодня, 55 тысяч студентов. Я абсолютно случайно там был в Йорк-Университет. У меня просто волосы дымом стали. Я последний раз там года, наверное, три назад был, четыре, может. Там все новое строительство. Там такое количество корпусов студенческих. Все застраивается. То есть они хотят чуть-чуть... Это хороший бизнес. Да, в Канаде это бизнес. Потому что мы гораздо дешевле по обучению, чем в Штаты. А по качеству абсолютно не хуже. Вот, поэтому это, наверное, проект номер один на то, что будет происходить в этом районе. И тут у меня никаких нет. Всегда важно, вот это вот, я всегда говорю во всех своих видеорепортажах, что самое главное для инвестиций – это район, который ты входишь на начальном этапе развития. Если ты это сделал, ты обречен на успех. Это невозможно сделать на ресейле-маркете, да, потому что на ресейле-маркете рынок идет вверх, идет. И рынок падает, значит, падает. Стоит, значит, стоит. А когда ты входишь в район, который застраивается от и до, то у тебя, как правило, вот мы статистику... Во-первых, мастер-план комьюнити на 11% дорожают, ну, за период строительства, за четыре года, больше, чем отдельно стоящие кондо, да. Но тут еще вход вот в этом самом-самом начале. И обычно по статистике это 5-6% к рынку. Два важных момента. Ну, во-первых, ты удваиваешь просто доходность, да, и получается, что даже при среднем рынке, когда рынок 5% годовых дорожает, то ты получаешь 5% плюс еще процентов 6 по дорожанию. Второе – это безопасность, потому что, допустим, ты попал в кризис, когда цены стоят на месте. Район все равно будет дорожать, потому что он развивается. Вот этот проект, который я очень рекомендую, у нас будет много по этому поводу и адвертайзинга, и презентации будут онлайн. Все это планируется в S-Line Condo. Первый проект выйдет в этом районе в 20-х числах августа. Есть четыре фактора, которые движут цены на недвижимость. Окей, четыре фактора. Первый фактор – это demand, правильно? То есть спрос. Спрос есть колоссальный. Почему? Иммиграция. Что не хватает, во-первых. Иммиграция. 400 тысяч в год. Иммиграция даже сейчас, когда она упала, потому что сейчас пандемия, она все равно выше, чем она была, скажем, 2-3 года назад. Иностранные студенты приезжают. Внутренняя иммиграция. Разрешили легче приезжать людям по рабочим визам. Далее. Миллениал, с которым заводится семьями и идет образование семей. Востребованность есть и будет продолжаться. Теперь вопрос, что им предложить. И вот этот вот supply у нас очень-очень низкий. Если мы возьмем последнюю статистику лет за 10-15, то мы посмотрим граф, как росло прирост населения, и граф, как строилось новое строительство. Оно почти не изменилось. Оно почти не изменилось. Оно было все время на одном уровне. Если конда еще... Не правда, изменилось. Конда. Но спрос... То есть конда, например, строилась 25, еще 5 лет назад, было порядка 25, сейчас 35 строится. Но дело в том, что спрос вырос гораздо больше. Я еще раз говорю, строительство не изменилось. Относительно нехватки, нехватка увеличивается. Есть дома, и это действительно в графе показано. Значит, конда пошли вверх, а рентал сейчас тоже пошел вверх. Рентал вообще не строилось одно время. Сейчас начали строить, потому что становится выгодно. И отдельно стоящие дома почти не строились. Особенно после кризиса 2017 года практически полностью было заморожено строительство новых домов. Стало невыгодно, не строилось. И это создало вот этот дисбаланс, громадный дисбаланс. Третий фактор очень важный. Это дешевые деньги. И дешевые деньги, если мы посмотрим на граф интереса, то мы видим, что 10 лет у нас интерес ниже 5%, даже ближе к 3% в среднем. За последние 10 лет. Это самый низкий интерес за всю историю интереса, можно сказать, Канады практически. Четвертый фактор важный, который не даст поднять, это вот это печатание денег. Это вот этот громаднейший дефицит, который есть у стран. Это просто не будет другой возможности, как людям покупать что-то типа как ахардасац. Потому что вера в деньги пропадает. И многие люди говорят, я боюсь влезть в долги. Знаете, я не хочу больше влезть в долги. Самое неправильное. Киосаки сказал, кто боится влезть в долги, пускай страгал дальше. Окей? Только те преуспевают, кто не боятся долгов. И все бизнесмены, даже самые миллионеры, Трамп и прочие, все живут в долгах. Потому что только так строятся деньги и экономика. Долги производят деньги. Вы подписали моргидж, в этот момент банк получил... Насчет Трампа, насчет долгов. Вот помнишь, когда-то говорили лет 10 назад, Трамп банкрот. Что значило Трампу банкротство? Он финансировал, как любой инвестор, он очень талантливый инвестор, кстати. Политик, это отдельная тема, но как инвестор он очень талантливый. Так почему говорили, что он банкрот? Он не был никаким банкротом. Просто у него кредитов было больше, чем та недвижимость, которая была у него на руках. Но эти же кредиты были вложены куда-то. То есть время проходит, это миллиарды долларов. Вот, поэтому я говорю в тот момент, когда человек приходит в банк и подписывает бумажку, я взял моргидж, банк получил официальное право напечатать деньги. Так работает банковская система. Вы купили дом, банк напечатал деньги. Так все это работает. Поэтому недвижимость, у него нет другого выхода, как дорожать всегда, с какими-то перепадами. Но long term, недвижимость всегда выигрывает и будет выигрывать. Опять же, как сказал Мартвен, землю больше не производят. Бумаги напечатать можно сколько угодно. И высший пилотаж у инвесторов, это когда у тебя кредит, ну не важно, на дом, на квартиру. Сейчас это сложно получается, но все равно периодически получается. Больше, чем она реально куплена хотя бы была. Ты должен прокрутить, купленное это да, мы то же самое делаем. Я имею в виду, не получается. Раньше у меня в некоторых своих сделках получалось сделать вообще 100%. Поэтому я не могу продать ни один дом, потому что у меня там долгов больше, чем я получу. Нет смысла. Зачем я продавать, платить подоходный налог? Самое главное, ты же вытаскиваешь эти деньги. Если ты вытащил деньги, рефинансировал свой дом и купил себе дорогую машину, то вот это ты попал. А если ты вытащил это и положил в покупку, в развитие, чтобы твое портфолио росло в общей сложности, вот это то, что реально надо делать. У меня в мои дома не вложено ни копейки моих денег. Ни копейки. Ничего не вложено. Так умно делается инвестиция. И сегодня, когда ты покупаешь дом и даешь 20% даун, и там даже строишь и прочее, берешь кредит на линии и прочее, и ты получаешь кэшфлоу, зиру инвестмента, люди говорят, а, всего там 300 долларов пришло, а, всего 500 долларов. Ты ничего не вложил. Ты все взял в банки. Вот если просто сейчас на улице скажешь, давайте я буду каждый месяц давать 300 долларов, ты не возьмешь? И еще 1200 я тебе буду на счет там откладывать. Списывается моргидж. Ты не возьмешь это? Ты скажешь, нет, нет, не хочу, зачем мне это? Не давай, не давай. Это мало. Вот так это работает. Я всегда заканчиваю семинар одной фразой. Ты никогда не перестанешь работать на деньги, пока деньги не начнут работать на тебя. Вот тут я с Алексом абсолютно согласен. Мы пришли к полному согласию и пониманию, и время передачи, к сожалению, подошло к концу. На этой ноте мы закончим. Да, спасибо большое, что были с нами. Встретимся через месяц. Всего вам самого хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»